В кого россияне больше верят? В Бога или в Путина? Что выбирают россияне? Стремление к имперскости? Или спокойную мирную жизнь? И какие перспективы, что Россия распадется? Об этом поговорим с политтехнологом Абасом Галямовым. Мне так и хочется этот разговор с вами начать знакомой всем, наверное, фразой. Есть ли у вас пять минут, чтобы поговорить о Боге? Пока не стреляют, можно хоть о Боге давать. Да, пока у нас обоих не стреляют, можем поговорить о Боге. Тема на самом деле и идея, она, конечно, провокационная, она более такая, прикладная. Но ведь действительно, как мне кажется, из того, что я вижу, из того, что я читаю, из того, что я смотрю, в особенности выступления простых людей и так далее, на улицах россиян имеется в виду, Путин в их сознании коллективном уже потихонечку, если не совсем перешел, то переходит. И просто царя в какое-то божественное состояние. Ну, слушайте, даже самый простой пример. Про Брежнева анекдоты сочиняли, и они ходили, их было много, дофига. А вот про Путина как-то я, что-то вот не попадалось мне, да, там, про кого угодно. Про Шайгу сочиняют анекдоты, про Пригоржина. А вот про Путина я как-то не слышал, что-то массово каких-то анекдотов. Брежнев был смешной. Он был такой добродушный и смешной. А Путин же, он злой. Ну, это же просто вот зло в бесприместном виде, в чистом виде. Понимаете? А зла боятся, над ним не смеются. Поэтому анекдотов про него, они есть на самом деле, но действительно не так уж много. Это такой инфернальный персонаж, понимаете? Вот, да, в принципе, богобоязненные люди, они же о Боге стараются не шутить. Ну, это не Бог, нет. Поверьте человеку, который, ну, в ходе множества избирательных кампаний провел огромное количество разных социологических исследований, количественных и качественных. Нигде, никогда, вот, ну, до 20-го года, по крайней мере, вот, после 20-го года, да, я вот эту кампанию не вел в Россию. До 20-го года ни разу нигде никто там вот такого, чтобы с придыханием говорил о Путине, не было. Один, по-моему, или два раза в своей жизни я встречал, ну, один раз. Вот, случайно, вот, в компании была женщина, которая действительно говорила, если не говорила, что она вот прям благодарит Бога за то, что в России есть Путин. Вот, опять же, она не называла его Богом, конечно, но она вот благодарит Бога за то, что в России есть Путин. Но это, правда, вот один случай на многие-многие тысячи. Ну, то есть, это в районе статопогрессности даже меньше. Ну, то есть, это то, что математики называют ничтожно малая величина. А все остальные, даже если относились к нему с пиететом, ну, это вполне себе такое функциональное отношение. Ну, то есть, мы считаем, что он справляется с задачами лучше, чем чтоб-то не было. Да, и все, не более того. Нет, вот это оборудование, которое сейчас там пытается демонстрировать российская пропаганда, оно идет абсолютно сверху, и оно навязывается обществу исключительно с помощью репрессий. То есть, когда большая часть общества скептически настроена в отношении Путина, молчит, потому что не хочет на КВМО, а, значит, какое-то количество криков, да, занимается этим воспеванием. Ну, прямо вот по указке администрации президента. Ну, то есть, когда есть одна сторона говорит, а вторая сторона молчит, ну, это крайне искаженное представление. То есть, нельзя по тому, что говорит одна сторона, а вторая молчит, делать вывод в целом о коммуникации между двумя сторонами, понимаете? Да, ну, вот я помню где-то приблизительно такую же, но только еще жестче ситуацию, вот один раз в российской истории, когда, в принципе, нет другого голоса, да, когда другой голос полностью молчит, да, это при предыдущем Боге, да, при Сталине. Но при этом Сталин был Богом очень жестким, всемогущим, абсолютно справедливым, как и любое божество, да, но, тем не менее, он был жестким. А Путин, вот он какой в восприятии россиян? Он добрый, он злой, он такой милый, домашний, или он все-таки такой, немезида? Я бы начал это обсуждение вот из сравнения Путина со Сталиным, не со сравнения их фигуры, а со сравнения, так сказать, субъектов, а общества, общества. Это представлены разные общества. То общество крестьянское, это общество, вот на ценностном уровне, это еще общество до модерна, то есть там индустриализация так началась, и урбанизация только так началась. Это люди другого типа политической культуры, это в значительной степени то, что называется патриархальная политическая культура, или даже в значительной части то, что называется приходская политическая культура, когда люди вообще не интересуются политикой за исключением своего быта в своей деревне. Вот. А нынешняя Россия, это город, это уже город, это городское население. Да, у нас на селе сейчас живут, ну там процентов 25, не больше, четверть населения страны. Значит, понятно, что значительная часть является горожанами первым или во втором поколении, да. То есть и в городе носителей крестьянского менталитета тоже хватает, но тем не менее, конечно, по сравнению с тем, что было сто лет назад, мы двинулись далеко вперед в этом смысле. В общем, очень сильно мы отличаемся в этом смысле, поэтому Сталину навязать обществу то, что он сделал, было на порядок легче, чем это сейчас делать Путину. Путин мог бы это попробовать сделать на входе, когда он был только таким, знаете, вот президентом надежды, молодым, подающим надежды, когда каждый видел в нем что-то свое, и все это нравилось, когда вот это так называемое путинское большинство формировалось. Вот в тот момент социум был готов воспринять от него практически все. Но он в тот момент еще не отверился, не был настроен столь решительно, он вообще совершенно был уверен, что рано или поздно он уйдет, я недавно об этом писал, и только сейчас он созрел, но сейчас-то к нему относятся уже со скепсисом, понимаете. Но вот сейчас отношения к нему, там доверия, в принципе, по отношению к нему нет. Ну, то есть он сейчас такой вождь военного времени, на безрыбье сплотимся вокруг него, так сказать, да, поскольку в раку ворот. Ну, какой-то там веры в то, что он что-то там изменит, сделает, спасет, нет, этого у людей нет. И поэтому в целом по отношению к нему доминирует скепсис. Да, он такой в значительной своей степени осторожный скепсис, потому что люди боятся, значит, то, что называется, дать волю эмоциям и начать там честно говорить все, что они думают. Вот если бы убрать фактор страха, я вас уверяю, там от его рейсинга через полгода в аксирке камня на камне не осталось. То есть люди перестали бояться, стали бы высказывать претензии. И тут бы они выяснили, что претензии накопилось, значит, 25 лет столько, что мама не горюй, как говорится. Вот это вот интересно, Аббас. Секунду, мы с вами несколько раз говорили о том, что одно из главных путинских достижений с точки зрения удержания своей персональной власти является то, что ему удалось в течение достаточно короткого промежутка времени, последнего, сегментировать и атомизировать российское общество. То есть вот это сегментированное, атомизированное российское общество и не может, собственно говоря, сформулировать протестные движения, не может собраться ради этих самых протестных движений. Не близко ли это к тому самому менталитету, но не крестьянскому, но во всяком случае хуторскому какому-то, когда вот есть свой пузырь, и вот в рамках этого пузыря и действия, а все, что выходит за рамки этого пузыря, это уже мы ничего не можем сделать, мы слабы, а Путин велик, а государство великое и сильное. Да, ну это в принципе такой деревенский менталитет, это не, даже вот не обязательно его хуторским называть, это действительно деревенский менталитет. Есть же на самом деле исследования кросс-культурные, когда один и тот же вопрос задается в рамках одного исследования в большом количестве стран. Ну там Евробарометр, например, исследование Инглхарта. И вот у России один из самых низких в исследуемых странах уровней медленностного доверия. Россия – это страна, где в принципе друг другу не принято доверять. И в этом смысле Путин унаследовал, то есть он этим пользуется, он в этом смысле унаследовал, то есть ему такое хорошее наследство достало. И он продолжает работать в этом направлении. Рассвет сейчас стукачества, которое у нас после начала войны прям пышным цветом начинает свести, власти это всячески поощряет. Ну, вернее, так, давайте так. Когда я говорю о том, что оно начинает свести, я имею в виду, что власти начинают это поощрять. Это считается теперь не просто социально приемлемым, а даже делом доблести, так сказать. Принципиальное отличие авторитаризма от авторитаризма в том, что при авторитаризме ты не можешь витековать власть в паблике, это наказуемо. Но при этом то, что ты думаешь у себя в голове, о чем ты говоришь с друзьями на кухне, с родственниками, это никого не волнует. А сейчас за такие вот приватные разговоры уже неоднократно наказывали людей, вплоть до нескольких лет люди получали. Знаете, это была смешная история, когда один водитель, он работал в системе МВД, и оказывается, его прослушивали. А он, понятно, этого не знал, и он критиковал, значит, СВО в ходе разговора с кем-то из своих друзей. Но его, значит, подметит ки уголовное дело. Его адвокат первым же делом говорит, а что вы ему шьете публичной критикой СВО? Ну, то есть дискретация российской армии, это предполагает публичность. А он в телефон об этом говорит. Так что сказал этот самый прокурор? Так это же разговор публик. Его же слушали. А тот чекист, который его слушал, значит, он испытывал нервные страдания по этому поводу переживания духовные, терзания. Справку от этого чекиста представили, значит, суд, что да, я испытал, слушая, как он критикует Родину, так сказать, я испытал духовные терзания. Его, пожалуйста, несколько, ну, я не помню, два или три года ему, ему не очень большой срок дали, это, конечно, не королевая муза, или там три или четыре, может быть, года. Вот, ну, то есть, вот, понимаете, то есть юридический нонсенс, но на практике это, в принципе, уже вполне себе сталинская история, когда за приватный разговор ты уже можешь получить реальный срок. Вот, потом вот это массированное индоктренирование через систему образования, это тоже уже характеристика тоталитарного общества, потому что вот общество авторитарное, оно не занимается, авторитарное государство, оно не занимается искусственным индоктренированием, искусственной политизацией людей, которые, в принципе, ну, не лезут в политику, да, а авторитарное общество приветствует аполитичные массы, а тоталитарное общество занимается уже, все должны выстроиться и маршировать в ногу с партией, так сказать, а если кто-то этого не делает, то это потенциалный предатель, его в тюрьму. И вот это вот массовое внедрение в систему образования школы, вузы, там, все эти уроки мужества, там, эти зэки, там, которые из Вагнера приходят и детишкам, там, лекции читают, значит, обо всем хорошем. Вот это уже такая тоталитарная практика. Так что мы шаги в этом направлении делаем, но пока, конечно, до конечной станции еще не доехали, и не факт, что доедем, надеюсь, что не получится. Потому что, я повторюсь, такие вещи надо делать, вот Путин мог такое делать, пока он был моложе. А сейчас любой его шаг воспринимается с таким скепсисом большинством, и элитами в том числе, что, ну, эта телега с таким скрипом едет, что, ну, очень трудно будет ей до чего-то серьезного доехать. Вот. Вот, знаете, как говорят, если ты решил тряхнуть стариной, смотри, чтобы старина не отвалился. Вот Путин уже в том возрасте, когда вот его регулярные попытки потрясти стариной, они закончат для него вот тем, что эта старина отвалится. Лен, ну, вообще, вот все эти истории с водителем, которого прослушивали, да, там, с детьми, которые что-то нарисовали, их родители уже сажают. Да. Вы говорите, не бог, а кто, а как же, как юридически обожают. Да, ну, вот и так далее. Ну, конечно. Нет, подождите. Ведь настоящая идея все-таки отличается искренностью веры в Бога, а не приведением, значит, к вере, к присяге этому Богу с помощью репрессий. Настоящая религия – это христианство до момента, когда оно стало государственной религией. Когда вопреки действиям государственной власти проповедь. Да, это ислам на первоначальном этапе, пока еще Мухаммед не сбежал в Медину, а когда и не обрел власть. А когда он еще только вот начинал проповедовать своим курьишитам, отвергался по смеяниям, так сказать, насмешкам, оскорблениям. Вот это настоящая религия, вот это настоящая вера. А как только религия там начинает опоясываться мечом, вот, как во время крестовых походов или инквизиции, да, или на Руси там практика сожжения с этих, как их, старобрядцев, да, вот, или там борьба стяжателей с нестяжателями. Ну, вот, это уже не совсем религия. Это по форме религия, но, по сути, это уже государственная деятельность, государственная власть, государственная власть. Вот тут вот, на самом деле, есть еще один любопытный аспект о том, что, когда мы говорим о религии, которая перевязывает себя мечом, мы можем иметь дело с, там, назовем это условно католической церковью, которая заменяла собой государство в определенных частях, а можем говорить о том случае, когда церковь выполняет заказ государств светской власти, да, и это, мне кажется... Обслуживает ее. Да, обслуживает светскую власть. И вот это вот как раз тот случай, который мы имели в России, ну, мне кажется, что всегда. Да, там очень редко встречались случаи, когда церковь оппонировала государство. Даже во времена, даже в конце сталинского правления, да, ну, насколько я помню, в какой-то определенный промежуток времени он понял, что церковь может быть удобным инструментом, и церковь с радостью вернулась в привычное для нее состояние инструмента. И вот сейчас вот же происходит, на самом деле, абсолютно четко то же самое. Ну, катриарх Перил, он, по-моему, чаще Путина славит, чем реально своего шефа. Да, он больше... Его шеф и есть Путин. Да, да, ну, вот там того, который по книжке написано, да, вот своего шефа по книжке, да, он Путина славит намного чаще, чем это. То есть, ну, церковь в России сейчас полностью выполняет заказ. И боготворит Путина. Поэтому она себя напрочь дискредитировала, и после падения путинского режима церковь окажется в колоссальном загоне. Вот это будет примерно то же самое, что было с церковью после 1917 года, когда она оказалась в загоне не только благодаря репрессиям, а потому что от нее отшатнулись, ну, совершенно искренне, а, значит, ну, там, я не знаю, половина общества, да, отшатнулась от церкви. Ну, окей, половина – это преувеличение. Ну, все думающие люди, вот город весь, горожане... Просто тогда сельская страна была, и всего еще сохранила лояльность. Ну, город весь отшатнулся. То есть, церковь вся дискредитировала. Он Деникин очень хорошо по этому поводу писал. Он, то есть, не либерал какой-то там, да, мерзкий, значит, национал-предатель, а великий русский патриот. Значит, Путин его прах перезахоранивал даже в России. И, значит, он писал про то, что вот когда он анализировал причины революции, почему церковь не смогла удержать армию от распада и общество от революции, он как раз и писал, что общество отвернулось от церкви, который дискредитировал, поступив на... Ну, прям дословно, вот это, помню фрагмент его цитаты. Поступив в услужение властям, вот эта вот фраза, поступив в услужение властям, это прямо из него буквально. Дальше примерно вольно уже излагают. Значит, церковь себя дискредитировала настолько, что она не в состоянии была оказывать реального влияния на умы. Вот, и все эти священники полковые и так далее, никоим образом, вот в момент, когда армия начала распадаться после февральской революции, да, начиная с февральского вот этого приказа, если не ошибаюсь, он даже номер один, да, значит, начала распадаться армия, и церковь не в состоянии была этот процесс остановить, и все эти полковые священники, которые по замыслу изначальному вроде как бы должны быть, так сказать, духовными пастырами всей этой воинской братья, оказались вообще никаким образом не в состоянии на все это повлиять. Ну, потому что они были, они не воспринимались как духовные пастыри, они воспринимались как государственные служащие, так сказать. Государственные служащие режима, который рухнул. Кому они интересны, кому они нужны. Вот РПЦ сейчас себя обрекла вот ровно на это самое. Будет колоссальный всплеск светскости и колоссальное, значит, падение популярности религии. В этом смысле то, что делает патриарх, то можно, наверное, описать словами, которые, собственно говоря, и по самому Путину применимы, помните из Фауста, «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно сварит добро». На самом деле будущим поколениям россиян патриарх оказывает неоценимую услугу в деле дискредитации религии. Во что сейчас больше верят? В кого сейчас больше верят россияне? В Бога или в Путина? Ну, в Бога, судя по тому, как они ходят в церковь, они, конечно, вообще не верят. Ну, то есть они в церковь заходят только раз в год на Пасху, чтобы куличи посветить, и яйца там, крашенные свои. Это такое, в чистом виде, вот такие языческие обряды, по сути. Значит, в Путину, конечно, верят больше, но пока треть россиян, в принципе, достаточно серьезный, верят Путину. Да, конечно, это уже не половина, это уже меньше, но они ему верят. Но это, опять же, понимаете, вся вера в Путину держится на уверенности в том, что он все-таки силен и всегда побеждает врага. А его неспособность победить Украину, причем тут особенно плохо-то что? Кову Украину, помните вот это выражение? Да, вот это вот презрительное отношение в Украине работает сейчас против них, потому что, ребят, ну ладно бы, добро быть, но с сильным соперником не могли справиться. С Китаем, с Америкой, окей. А вот, а это самое, украинцы, вы же сами говорите, что это какие-то неполноценные, недоделанные там ребята. Да, они возгоняют теперь он, да? Значит, опять там два аэродрома разбомбили, опять под Херсоном наступление началось новое, там уже две деревни, по-моему, взванили. Вот, ну и кто вы после этого? Вот, и вот эта вот неспособность победить, она, конечно, почему она так бесит, значит, Путина, почему она так истинно ненавидит украинцев, и вообще вся эта пропаганда. Посмотрите, они там, ну там плюнешь, зашипит, прям, как они вот исходят с злобой. Потому что это реально бьет на отмазь по ним, по их реноме, по их рейтингам, да? Потому что, типа, ну, типа, вы кто? Вы же такие. Ну, мы вас ценили за то, что вы сильные, за то, что вы там чемпионы мира, как вы говорили. Вот, а вы, оказывается, за угол завернули, по зубам получили, отползли, теперь сидите там, желчью и кровью плюетесь, значит, а толку-то чуть. Вот, поэтому, поэтому вот они так и бесятся. А сейчас на фокус-группах людей, которые реально за Путина будут топить, ты вообще не встретишь. Даже те, кто за него готовы голосовать, они готовы голосовать за него не потому, что искренне считают его реально великим. Ну, потому что они просто считают, ну, во-первых, так привыкли, вот. Во-вторых, потому что считают, что, ну, хоть остатки стабильности, это все-таки лучше, чем вот нестабильность. Потому что Путин же не просто так не уйдет, да, он цепляется за власть. То есть, если его попытаться сковырнуть силы, это революция. А революции, ну, многие уже перестали бояться. Большинство уже перестало бояться революции. А большинство уже исходит из того, что, знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому они приветствовали поход Пригожина на Москву, потому что понадеялись, а вот, может быть, вот оно. Да, а вот это третье оставшееся, но они все-таки пока еще не дозрели до того, чтобы сказать, что лучше ужасный конец, чем уже без конца. Не дозрели еще признать, что революция лучше, чем контрреволюция. Да, и пока еще за Путина держится. Но это остаточное явление. На самом деле, это уже все то, что вот умирает. Когда человек обращается к Богу, когда у него есть какие-то реальные проблемы, и он понимает, что вот это последняя инстанция. Так вот, для россиян, которые испытывают какие-то проблемы в регионах, для них Путин – это последняя инстанция. Или это тоже пропагандистский? Нет, это миф уже давно. Поначалу первые прямые линии реально пользовались спросом, люди звонили, верили, что вот оно возможно. А даже те, кто не звонил, они смотрели на это и говорили, эх, надо было позвонить. Ну ладно, в следующий раз позвоню. Вот. Но это все, все это уже давно в прошлом. Давно уже это не работает, никто в это вообще не верит, эти прямые линии никто не смотрит. Вот. Это шоу, которое там, вот если вы посмотрите в Ютьюбе, там на эти, значит, трансляции, вы увидите, что там дизлайков, на порядок больше, чем лайков. Вот. Комментарии они отключают тут же, понимая, что они получат, что там им будет написано. Вот. Поэтому нет, этого давно нет. Хорошо. Тогда версия о том, что Путин и есть Россия, нет Путина, нет России, это тоже чисто пропагандистский слоган, который не имеет никакой поддержки в российском народе. Да, конечно. Но, смотрите, в рамках внешнеполитического дискурса, если мы примем за точку отсчета, вот то, что Россия, это равно нынешнему режиму, то на самом деле это правдивая формула. Не будет Путина, не будет Россия в ее нынешнем виде. Вот. И в этом виде, ну, какой-то частью общества, она воспринимается. Да? Но, конечно же, большинство людей воспринимает это такие вещи, как с раздражением, как с вереской, как с фитатацией. Ну, что, в конце концов, свести всю великую Россию к одному человеку? На 150 миллионов больше у нас нет никого. Тут все свелось к одному маленькому этому Путину. Ну, большинство людей воспринимает такие вещи негативно. Хорошо. Если это так, то почему многие говорят о том, что проигрыш России в украинской войне, он приведет к слому российской идентичности? Если нет связи между путинским государством и российской идентичности. А я впервые вообще слышу, кто говорит, что... А кто такое говорит? Нет. Это приведет к кризису. Это приведет к такому идеологическому кризису, безусловно. Но говорить, что будет там сломана российская идентичность, а кем все россияне почувствуют? Объясняю. Видел в разных источниках. Первое, это слом имперского мышления, которое является частью российской идентичности. Второе, это... Это тоже очень навязываемо. Вот смотрите, в 90-е годы россияне в гробу они видали и Крым, и все бывшие союзные республики. Понимаете? Не было никакой имперскости. Куча имперских партий апеллировали к этому имперскому чувству и не могли набрать 5%, чтобы пройти в Государственную Думу. Понимаете? Вот. КПРФ проходила не на имперскости в Госдуму. КПРФ проходила на ностальгии по социальной справедливости. Когда и пенсии были не такие нищенские, вот, и соцстрах, и все-таки прочие советские ништяки, и уравнивовка вот эта. Вот. Поэтому, вот когда россияне предоставлены сами себе, да нету этого ничего. Это удел маргинал даже после 20 лет вот этой путинской накачки 23-х. Значит, в 2021 году за полгода до начала этой войны Левада-центр в очередной раз задавал респондентам вопрос. Как вы считаете, какой должна быть Россия? И давал два варианта ответа, и респонденты выбирали. Первый. Россия должна быть сильной. Я сейчас вспоминаю, пытаюсь дословно воспроизвести. Россия должна быть стильной, значит, чтобы другие ее страны уважали и даже немного побаивались. И даже побаивались. Вот так, дословно. А второй вариант. Россия должна быть в первую очередь комфортным, государственно комфортным значит, для своих жителей с высоким уровнем жизни. Пусть даже и не обязательно самым сильным в мире. Вот так. И значит, ну, этот вопрос они задавали лет 20 на самом деле. Время от времени с определенной периодичностью. И ни разу не было так, чтобы первый вариант победил второй. Только один раз значит, первый вариант сравнялся со вторым. Это было сразу после аннексии Крыма. Да, вот тогда это взлетело в них, эта имперская, да, и они сравнялись два этих варианта. Но сравнялись. Этот не вырвался вперед, имперский вариант. А в 21-м году, когда в последний раз этот вопрос был задан, значит, ну, по крайней мере, перед войной, я после начала войны с этим Левадой уже не очень стежил, поэтому, может, они это и проводили, но сейчас это уже все, так сказать, отлукаво после начала войны. Значит, вот за полгода начала войны ровно 33% выбрали первый имперский вариант и ровно 66% выбрали второй уровень жизни. То есть, две трети против одной трети. Это был самый низкий результат для имперского варианта за всю историю наблюдения, самый высокий результат для антиимперского, так сказать, варианта. Вот, то есть, один вариант совершенно очевидно социально одобряемый, то есть, то, что Путин продвигает диску, сильная Россия, для обставания с колен, и все равно он третий набирает, а две трети против этого. Поэтому просто надо понимать, что вот эта имперскость, значит, она искусственная, она навязываемая, и в этом смысле отказ от нее не станет сломом каким-то, понимаете? Не она лежит в основе российской идентичности. Но она навязываемая, но она воспринимаемо навязываемая, потому что все вот имперские нарративы по поводу того, что это наши земли, вот не это там, вот мы все равно будем, это там истинное русское наследие, вот там Новороссия и все остальное, оно же часто звучит из уст людей, которых там, которых опрашивают на улицах и всюду. То есть, это... Это социально одобряемое... То есть, это люди просто лояльность властям таким образом демонстрируют. Я здесь, я вот правильно делаю, я все правильно говорю. Ну, нельзя в обществе настолько репрессивно, вы же сами говорили только что, когда там детей за родителей за детский рисунок сажают и лишают от собственного права. Ну, нельзя то, что люди говорят публично воспринимать за искренние их вот представление о прекрасном. То есть, даже если в этот момент им кажется, что... Многие начинают, ну, там, искренне верить в то, что лояльно. Ну, как только в то, что, ну, как бы помогает им поддерживать вот этот вот имидж, ну, вернее, демонстрирует лояльность. Но как только исчезнет вот эта подпорка в виде штыка, так сказать, да, это все очень быстро осыплется, человек очень быстро осознает, что... Ну, то есть, один-два раза ему достаточно будет по телевизору услышать, как говорится, что он гекубе, что гекуба ему, да, то есть, слушай, что тебе с этого, с этой Новороссии? Ну, давай разберемся честно. Ну, то есть, вот просто один или два раза он это услышит по телевизору, поймет, что это теперь норма, что за это не наказывают, что это есть уже социально приемлемая вещь, и все, он тут же перекрасится, перекуется, на эту позицию перейдет. Реально меньшинство останется, не знаю, 7-8%, кто будет по этому поводу загоняться, ах, моя Новороссия, ах, мой Крым. Понимаете? Но если нет абсолютной веры в Путина, если нет абсолютной вот этой вот стремления к имперскости, даже там в самой основе, то тогда, возможно, прав Пукуяма, который вот в последнем интервью, да, заявил о том, что окончание войны для России может превратиться во вполне мирный расход или разделение на какие-то государства, которые не вызовут за собой гигантскую гражданскую войну и не вызовут огромной фрустрации. Я не исключаю этого, но я, значит, буквально в первый же день, когда война началась, я написал по этому текст, по этому поводу текст, что распад России теперь становится более возможен, чем после, чем до начала войны. То есть я этот вариант не исключаю, но пока он мне не кажется мейнстримным. Все-таки у большинства нынешних народов, населяющих Россию, у них нет опыта собственной государственной жизни до России, помимо России, в этом отличие СССР. Там все-таки народы, включая Украину, имели опыт собственной государственности без России, где-то на каких-то территориях, иногда там не тут, а там. Но тем не менее, этот опыт был. Опыт самоорганизации, собственной национальной жизни. И поэтому украинцам, прибалтам, почувствовать себя закавказским народом, почувствовать себя готовыми к самостоятельному плаванию, им было легче. В этом смысле, нынешним российским населением, за исключением Татарстана, в этом смысле будет очень сложно. Но, повторюсь, этот сценарий теперь возможен, конечно. Просто то, о чем мы поговорили только что, говорит о том, что не обязательно это будет какое-то кровавое месиво из голодных людей, которые хватаются за ядерную боевую. Да, не обязательно. Это абсолютно незапрограммированный исход. Потому что вот этот имперский дискурс «Великая сильная Россия» настолько себя сильно дискредитировал, что никто за этими знаменами больше не пойдет. Люди, которые будут апеллировать к независимости например Башкортостана, Татарстана, это будут люди такие. Да, они в 90-е годы были слышны, но про них уже забыли, уже целое поколение выросло без них. Поэтому это будет что-то новенькое. А вот «Великая Россия» сохраним слово «Единство» «Единая Россия» дискредитировала настолько, что это слово никто в здравом умеет резвую память своим ртом не произнесет. Вонючее слово из-за выражения тошнит от него. И поэтому конечно у тех аргументы будут, а у этих аргументов не будет. Поэтому да, это становится возможным. Нападение на соседнюю страну, захват чужих территорий и людей, а также нежелание уезжать с теплого украинского Крыма и является частью имперскости. Россияне должны в полной мере осознать и прочувствовать, сколько горя они принесли народу Украины, иначе их имперский аппетит никогда не уймется.